Люблю тебя, моя Самара, твои вечерние огни, когда весной поет гитара и дарит трелес лавьи. Мне дороги твои бульвары, проспекты, улицы твои, и ты владеешь достоянием твоими добрыми людьми. Стих о любви к родному городу читает лауреат проекта «Ветеранская книга» Светлана Монакина. Более 20 лет она проработала учителем русского языка и литературы. Всю жизнь пишет стихи, говорит, с выходом на пенсию жизнь только начинается. Ее произведения вошли в ветеранскую книгу рекордов. Это уже седьмое издание, вышедшее в Самаре. Организаторы отбирают для публикации не только стихи и прозу пенсионеров, но и фотографии их картин и других творческих работ. Сейчас в коллекции книг более 20 историй тех, кто на пенсии не сидит сложа руки. Что такое поэзия? Это музыка души. Я все время пишу. Не то, что вот я… Вот у меня приходит, если что-то такое, я записываю. Я ношу с собой всегда принадлежности для письма. Рисуют, пишут стихи и занимаются наукой. О творчестве удивительных людей серебряного возраста рассказали школьникам. Чтобы те понимали, интересной жизнь может быть в любом возрасте. Нужно только прислушаться к себе и к своим потребностям. Современные дети, они перегружены информацией совсем другого рода. Они любят другие песни, они любят по-другому общаться. Но вы, наверное, сегодня видели, что ребята были очень интересные. И мне кажется, им тоже было интересно посмотреть, послушать, запомнить. Потому что люди, о которых мы сегодня рассказывали, удивительные. С выходом на пенсию она приобрела другие грани. И очень приятно, что сегодня в зале присутствует молодое поколение. Те люди, которым жить в будущем. И очень важно, чтобы они уже сейчас видели вот такие достойные образцы для подражания. Каждый месяц в Самарском дворце ветеранов будут проходить встречи пенсионеров со школьниками, на которых ребята смогут больше узнать о героях ветеранской книги рекордов. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События.